так ну что ж друзья сейчас у нас будет студии гость так все камера со светом немножко моргает но камера воспринимается хорошо и так здравствуйте еще раз ребята у нас в гостях сразу представлю человека его зовут док но позывной док это ополченец из пятнашки правильно все вот ну вкратце расскажите про себя а вы ребята готовьте вопросы я сам уроженец города донецка вернее пригорода города моспина в 1984 году окончил макеевское медицинское училище по специальности фельдшер год работал на скорой 2 года служил в армии в 87 году после демобилизации поступил донецкий медицинский институт на первый лечебный факультет в 93 году окончил с 93 по 96 прошел специализацию интернатуру вернее по специальности врач скорой помощи и до последнего времени работал врачом скорой помощи общий медицинский стаж 25 с половиной лет 21 июня 2014 года вступил ряды ополчения всего долго думал где нужнее или на скорой помощи или все-таки на передовой все сомнения у меня отбил так сказать мой племянник ему было пять лет тогда когда я шел домой он сидел с автоматом в кустах и говорил где дядя где на блокпосту а ты где ну и просто-напросто все последние сомнения были отметины и 21 июня я записался в ряды ополчения первое наше боевое крещение было на улице стартонавтов где находится воинская часть мы называем ракета в начале июля к нам прибыла отмечая обязательно как это важно добровольцы ребята которые приехали из россии среди них нет было ни одного кадрового военного их было 15 человек они назвали себя пятнашка ну и конце концов потом мы примкнули к этой пятнашке и образовалась интернациональная бригада пятнашка в начале августа абхаз это наш командир вместе с бойцами пятнашки тогда в количестве примерно 20-30 человек уехала в шахтерск помогать отбивать нападение войск украины и через день я тоже поехал туда и вот в принципе шахтерска с конца июля начала августа вот идет полностью уже сгруппировавшиеся то сгруппировавшиеся то подразделение пятнашка которое существует на данный момент можете рассказать что-то вот про аху про ставроса и в принципе про ваши отношения как у вас вот пятнашки уже республиканская гвардия уже давно таки дамы медаль вот еще спрашивают медаль это медаль 42 ребятам которые были вот составе пятнашки шахтерский это нам дали за оборону шахтерская медаль с абхазом я знаком имя его ахра а витсба фамилия мы уаха называем абхаз как-то так созвучный потому что позывной абхаз у него с с первых чисел июля вот постоянно я с ним и постоянно мы братья у нас в нашей интернациональной бригаде сложились такие отношения что практически нет устава есть понятие братства а братство это намного скрепляет больше чем устав у нас главный девиз пятнашка своих не бросает то есть всех трехсотых всех семей ополченцев мы никогда не бросаем даже люди которые незнакомые общаемся с которыми допустим в одноклассниках или так нам напрямую обращаются мы пытаемся всем помочь абхаз сам приехал он сочи ему исполнилось не помню по моему феврале месяце или в январе 29 лет то есть молодой командир но я считаю его намного мудрее намного грамотнее намного старше чем в мои 50 лет мне 29 мая 50 лет исполнится вот и я считаю одно из самых величайших событий в моей жизни за которую я прожил это встреча с таким человеком как абхаз ставрос это тоже наш брат он тоже был родился он харцизки жил в абхазии я точно не помню биографию но я знаю точно что ставрос бросил свой бизнес в китае и приехал помогать нам и у нас таких людей процентов около 50 в нашей пятнашки это приезжие люди есть у нас словак есть немец и есть швейцарец я не говорю об абхазах которых очень много армяне грузины осетины азербайджанцы то есть поэтому называемся интернациональная бригада пятнашка но пятнашка потому что началось 15 человек мы решили так называться я занимаю должность замкомандира по тылу в гвардии майор то есть снабжение не только продуктами питания но и в основном больше сейчас связи с так сказать перемирием занимаюсь гуманитарной помощью мирным людям и медицинским учреждению под нашей опекой под нашим шефством находится харцизский детский приют детям мы организовали подарки постоянно мы их посещаем так сказать с гуманитарной помощью просто проведываем детишек на новый год устроили им так сказать новогоднее представление дети возили мы в цирк привозили в нашу часть наше подразделение и вы знаете больше всего понравилось детям именно находиться в нашей части общаться с нашими ребятами солдатами также на наше подразделение ноги обращаются гуманитарные гуманитарщики мы им подсказываем адреса или же им помогаем развести гуманитарную помощь по больницам таких как детская областная областная травматологическая донецкий республиканский госпиталь горбольница номер 9 моспина защищали нет я сам жил моспина но в это время тут я смотрю по чату в это время я был шахтерский защищал шахтерский на передовой я оказываю тоже помощь помимо того что зампотыл на все практически боевые выходы я иду с большим рюкзаком медикаментов и кроме того что я стрелок я еще оказываю медицинскую помощь нашим ребятам на передовой спрашивают про специализацию именно пятнашки то есть на чем вы специализируетесь там реактивную смысле артиллеристы либо пехоты нет пятнашка это штурмовой штурмовая бригада что мотострелковая будем так говорить штурмовая бригада про 9 мая ну вкратце потому что мы уже много материала пересмотрели видели как вы были представлены вот расскажите про подготовку про участие как что-то 9 мая был произведен парад на площади ленина где наши ребята в количестве 68 71 72 человек прошли маршем были они одеты все в голубые береты и единственная коробочка которая шла с тремя флагами был флаг абхазии флаг осетии и флаг интернациональной республиканской гвардии сам я в параде участие не принимал стоял сторон наблюдал после парада был организован автопробег по донецку которому часто более 200 машин после автопробега были устроены гонки на территории парка имени щербакова возле стадиона шахтер и потом был концерт в центре славянской культуры ну и 22 00 был салют да мы были были вот спрашивают про севастопольцев знаю есть ли они в пятнашке вот знаете ли вы таковых и спрашивают прозвание ну вот как происходит присвоение званий внеочередных вот и когда чаще это происходит дело в том что в девяносто первом году я закончил кафедру донецкого медицинского института тогда он был институтом военную кафедру где мне было присвоено звание лейтенанта и по возрастной категории я пришел так сказать капитаном в ополчение ну и вот за боевые заслуги видимо мне дали майора на отрядового до полковника за какое время можно пройти в баскеток спрашивает но это очень долго надо быть но это они пишут мне чтобы желтеньким отписали желтеньким это вопросы вам а баскеток это вот они на меня пишут хорошо хорошо да позже аэропорт спрашивали раньше я забыл отметить расскажите какую-нибудь историю вот если это можно в принципе про боевые действия в аэропорту связаны именно вот с вашей штурмовой бригады ну все про в общем с гиви мы сотрудничаем с опять же с августа месяца 2014 года и наше сотрудничество началось с того что не буду хвастать первая гуманитарная помощь в осажденный лавайск когда там было восемьдесят процентов за занято укропами так сказать первая машина которая провал с гуманитарной помощью была моя ее сейчас нет она была расстреляна на спартаке но многие видимо видели разрисованную газельку хлебовозку где написано док проныра и на левой стороне двери знаменитая надпись нас рать то есть когда пришло монголо татарская говорила нас орда а мы отвечали россияне нас рать поэтому вот такое вот и там мы познакомились гиви потом в середине августа мы гиви помогали когда было наступление польских войск и попытка прорыва со стороны киселевки моспина с той стороны лавайска мы вышли на подмогу гиви после этого мы с ним сотрудничаем и гиви и моторола практически защищали аэропорт вместе с нами то есть мы вместе с ними нас немного меньше количества в нашей интернациональной бригаде но всегда там было были наши ребята и вместе с гиви моторолой они выходили и на старый терминал на новый терминал корчевали пенек которую вышку называют потом рлс то есть во всех участиях боях за аэропорт нашка принимала участие можете посмотреть фильм в ю тубе гиви абхаз моторола 38 минутный фильм там есть кадры о пятнашке и увидите там меня спрашивали про другие населенные пункты в которых вот боевых действиях принимали участие на которых как бы до сих пор ведете определенную вот ну как это сказать работу наверное и проды бальцева наши ребята подразделения басмач у нас по позовным обычно подразделение чтобы там не называть первого рота вторая подразделение басмача подразделение внука там подразделение дока подразделение басмача еще несколько других подразделений вместе с абхазом принимали активно участка участие в освобождении углегорска после того мы со стороны красного луча алчевска зорянска заходили в дебальцево тоже участвовали ребята в освобождении дебальцево потом неоднократно в дебальцево мы возили гуманитарную помощь наши ребята решили что собрали просто деньги на второй или третий день после освобождения дебальцево мы отправились закупили хлеба закупили конфеты печенье вафли некоторые вещи взяли потому что нам многие гуманитарные грузы доставляются именно на пятнашку ребята которые у нас служили там и мы поехали в дебальцево доставили гуманитарную помощь потом неоднократно была доставлена гуманитарная помощь тоже в дебальцево мы помогали людям которые приезжают с россии и обращаются к нам просто напросто доставлять гуманитарную помощь на данный момент наших подразделений в дебальцево нет мы снялись оттуда сейчас мы находимся на обороне окраин донецка где именно я не буду говорить вот хочу особо подчеркнуть и большой привет огромный привет передать людям которые допустим город красноярск дважды собирал красноярск красноярский край гуманитарную помощь своим транспортом доставлял сюда к нам подразделение пятнашка и мы эту гуманитарную помощь уже доставляли по адресам нуждающимся низкий поклон этим людям низкий поклон их родителям за воспитание таких детей на данный момент сейчас у нас находятся две девушки женщины ольга и светлана которые привезли гуманитарный груз с москвы сейчас наши ребята повезли как раз гуманитарный груз в дебальцево а 11 мая мы отвозили гуманитарный груз в город горловку доставили в детский интернат один груз второй груз в дк ветеран и немножко поучаствовали так сказать у нас было время развезли адрес на гуманитарный груз который был доставлен из москвы светланой там были продукты питания и женщине бабушки вернее 90 лет ей которая участвовала в боевых действиях закончила бои она войну вернее встретила день победы где-то под берлином вот доставили мне инвалидную коляску бабушки тяжеловато с ногами доставили это все это все есть можете зайти в одноклассники посмотреть я не скрываю свою имени фамилии олег тарутин док проныра зайдете туда посмотрите или зайдите в контакт или в одноклассники группа есть наша интернациональная бригада пятнашка там все все отчеты все наши боевые будни наши бригады расписаны описаны спрашивают но это постоянно всех абсолютно бойцов спрашивают неважно где они как к армии про мариуполь спрашивают но вопросы по мариуполю славянскую артемовскую константиновки и так далее мы все считаем что днр должно существовать и быть в границах бывшей донецкой области это вопросов никаких не должно возникнуть и пока мы не освободим наши временно оккупированные территории никто из нас домой не пойдет помогать под мариуполем или под авдеевкой ну это не нам решать это будет решать командование даже могу сказать больше если харьковчане попросят одесситы нас помочь то я думаю что когда наведем порядок здесь мы обязательно поедем им помогать боевого опыта нам не занимать я считаю что нацист нацизм фашизм надо искоренять полностью пока он не пустил ростки я сам по национальности украинец всю жизнь считал украину своей родиной и не делил никогда на восток и запада ходили там анекдоты про бандеровцев про все это такое но это воспринималось как шутка про абрама сару там и все такое сейчас же я считаю что все таки народ украины там мой родной народ это мои братья с которыми я прожил всю жизнь которые помогали мне я им тоже помогал наш донбасс помогал все таки восстанавливать последствия чернобыля собирали деньги мы когда западную украину затопило то есть мы не питаем никакой ненависти не к западным областям не к центральным не к самому киеву даже в данный момент мы ненавидим только лишь украинский нацизм и фашизм который довел до такого состояния нашу страну и разделил все таки как бы там ни было наших братьев на врагов и друзей у меня есть двоюродный брат который проживает все лидово мы с ним он немножко старше меня всю жизнь были братьями ну вот он мне звонит и говорит что так и так я поступаю неправильно почему я взял руки оружие я его не понимаю считаю что у меня этого двоюродного брата уже нет это не брат мы который поддерживает украинскую хунту тем более что у этого брата моего осталось две дочери которые живут донецке которые находятся на нашей территории вот так вот а вот как вы считаете вот в будущем все равно же произойдет определенная ну я не думаю что ситуация будет знаете такая зависшая на долгие года как бы все равно когда-то произойдет так что вот население которое проживает вот на вот этих землях она вот очнется от этой сбросит эту пропаганду вот эту ложь ну то есть вернется к историческим корням и так или иначе придется разговаривать вот вам с братом допустим вот исход вот этой всей этой битвы за нашу родину главное преимущественно ну вы как военный можете ответить в чем заключается военным я сразу либо это ну решится где-то очень наверху либо это все военным способом решится а вот либо как-то какой-то какой исход будет но всякая война заканчивается миром или перемирием такое перемирие как у нас нас не устраивает любая война закончится миром то ли она закончится военным путем это очень страшно пусть это перемирие которое не устраивает нас но сердце радуется когда нет сводках новостей о погибших и раненых мирных жителях да мы воины мы должны не должны это наша жизнь это наша работа когда у нас есть трехсотые есть двухсотые но когда нет сводках погибших мирных населений раненых сердце радуется и я считаю что вероятнее всего все таки наша война вот эта война закончится в верхах предоговоренности наших больших политиков с украинской стороны с российской стороны с американской стороны любая война развязывается большой политикой и заканчивается тоже большими большой политикой я так считаю и если бы все таки мнение многих наших ребят что как бы там ни было оставаться в составе украины в составе федерации с огромной нас автономии мы просто не хотим чтобы в названии донецкой народной республики хотя бы присутствовал какая-то приставка украина это не отношение к самому государству это отношение к ее политикам к тем людям которые развязали эту войну и не хочет народ ни при каких обстоятельствах иметь какие-то отношения сейчас украины до пройдет 5 10 15 лет затянутся раны за закатаются асфальтом те выбоины и которые от градов остались на асфальте восстановятся дома то есть должно пройти время чтобы хотя бы праведные гневы ненависть к украине немножечко у людей притихло вам тут написали сапсан в гнезде привет от военной разведки ну я не особо понимаю спасибо спасибо это просто у нас тоже в чате есть вот ваш коллега скажем так еще спрашивали там про достаток но то есть смотрите у каждого вот допустим у вас вы же вот работали в медицинской сфере у вас там есть жена дети семья родственники и так далее потому что родители их обеспечение то есть вы каким-то образом можете им помогать или содействовать либо гуманитарно либо финансово как-то вот вопрос достатка нынешнего достатка военнослужащих армии днр вот как мои родители им по 76 лет получают гуманитарную помощь и они оформили пенсию то есть получают пенсию пенсионную женой я познакомился так сказать уже военное время 13 сентября 2014 года у нас была свадьба о чем есть запись за номером 15 в свидетельстве о браке донецкой народной республики его просто не взял с собой мы с ней поженились она сейчас со мной в ополчении сан инструктором дочка живет с нами мы располагаемся на территории нашей части питаемся в столовой как и все до сейчас нам начали платить заработную так сказать военные боевые или как-то первые полгода мы жили на то что у нас есть сейчас мы состоим на довольствие мы идем воевать вообще не за деньги не за заработную плату за идею обеспечение наших ребят идет в полном объеме помимо того что выдается питание продукты питания нашей республиканской гвардии котловое довольствие мы также слаживаемся деньгами у нас есть гражданский повар который кормит нас очень вкусно очень сытно и еще помимо этого мы на с общего котла берем деньги на продукты питания чтобы обеспечить ребятам ну так сказать хотя бы не дом но приблизительно домашний уют я же говорил уже что у нас очень много ребят которые не местные приезжие с оккупированных территорий есть харькова есть запорожье есть служба рода ребята очень много у нас россиян ну мы знаем у нас сейчас такой дава был запорожье сгарькова много иностранцев но поэтому стараемся создать ребятам домашний уют понятно теперь досуг как вы проводите ну вот время когда вас увольнительный или ну как там может театр ходите муж бильярд играть я же не знаю ну время на отдых время на отдых помимо того что мы ему так занимаемся боевыми делами опять же слава абхазу может и огромное ему спасибо да у нас есть спортзал у нас абхаз ну вернее пятнашка организовывает различные концертные программы мы часто посещаем чикаго по моему возле байкерс бара вот боллинг поигрываете там ребята выступают рэперы организуют концерты квн то есть каждую субботу воскресенье ребят которые хотят возим на концерты центра славянской культуры на выступление квн а также можем собраться сходить в кино ну скажу вам по секрету что ребята которые приехали многие с россии они не женаты они познакомились здесь девушками чаще всего не ездят на свидание вот так вот у нас есть конюшня ребята ходят занимаются конным спортом ухаживать за лошадьми сейчас немножко погода наладится думаем пойдем на рыбалку с информацией доступ ну я в принципе знаю ребят наверное я даже отвечу есть у ребят конечно же интернет ну естественно да 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 у нас подразделение проведем полностью интернет ребята многие в интернете нек многие находятся в контакте многие наши ребята в одноклассниках вот мне абхаз дал задание в одноклассниках общаться с вами у меня кстати более 4000 друзей уже пожалуйста можете записываться приглашаю вас к себе в друзья еще раз скажу что я записан в одноклассниках олег тарутин док проныра вот и также в этих одноклассниках я занимаюсь гуманитарной помощью людям обращаются иногда люди из больниц с детских домов со всего остального чтобы им помочь и мы стараемся им как-то помочь и также помогаем ребятам те которые хотят к нам идти добровольцами они со мной списываются и мы решаем возьмем мы к нам бригаду или же направляем куда-то дальше то есть одна из обязанностей это работа с интернетом есть у нас группы интернациональная бригада пятнашка и в контакте и в одноклассниках ну вот ну я даже не знаю как вопрос так поставить с координированность между в общем я так понимаю попробую сейчас своими словами задать этот вопрос с координированность между вот подразделениями там пво артиллерии и как взаимодействие и каков порядок примерно когда ставится определенная боевая задача потом разведки или там не знаю разведки боем или выходу территории зачистки то есть ну и как вы взаимодействуете вы же штурмовики то есть надо же вдруг там авиация вражеская будет или вдруг там артиллерия надо подавить батарею вот как у вас это происходит и сейчас одну минуточку вот рапира написал правильно мою фамилию написала написала та руки первая буква т тарас тарас алексей роман ульяна тарас иван николай все это с координированность идет так как у нас мы были раньше мужиками с ружьями как сказал задорнов сейчас у нас создается корпус то есть это армия и гвардия с координированность это все идет генеральном штабе там решаются боевые задачи там все координируется сопоставляется то есть как и нормальная российская русская армия у нас сейчас все идет с координирована очень и все эти вопросы решаются на уровне нашего президента захарченко и главнокомандующего также всех остальных отношения с дисциплиной держи дается сдерживать пыл молодых парней ну я вам скажу что с дисциплиной у нас очень строго но пыл молодых парней в дело в том что когда к нам у нас есть подразделение самый молодой парень 17 лет самому пожилому по моему 60 девушка была 16-летняя мы отправили учиться позывную тренировки вот когда вы выходите там вот эта трасса на харьков бегать там же как 60-летние бегают ну вот у нас командир черный он для нас стариков скидку сделал сказал кто старше 40 лет тот бежит до моста мы не хотим бегать до моста мы не считаем себя старыми поэтому стараемся бегать выполнять все физические нагрузки так же как и все остальные то есть не хотим разделяться мы не хотим чтобы нас считали более 100 да мы мудрые но мы старыми себя не считаем по дисциплине по насчет молодых парней всех ребят которые к нам приходят мы называем их не обстрелянные молодые пусть будет так сразу бой не отправляем то есть учим возим на полигон учим стрелять учим обращаться с оружием сборка разборка не только автомата но и мух там шмелей было что когда выезжала наша группа на поддержку гиви мы были там был был была вероятность прорыва когда танки подошли к путиловского мосту укроповские с нашими ребятами все-таки просочились трое молодых которые по 18 лет без автоматов безо всего попытались героически туда ну я вам скажу что ребята вели себя очень героически поэтому не стали даже наказывать мы им дали агс который к сожалению не стрелял был поломанный они вы поставили на трилогу не умудрились зарядить туда даже ленту и занять оборону в той точке где мы им указали поэтому дисциплина дисциплина но иногда такое патриотизм проскакивает дисциплину перебивает у нас подразделение сухой закон полностью сухой закон то есть за то что человек был пойман не только с выпивший но даже с перегором просто-напросто мы его отправляем за ворота воровства нет живем как одной семьей единое братство за что ребятам дали награды желательно поподробнее награды нам дали за вот это именно это награда у меня и наши пятнашки дали за оборону шахтерска за взятие углегорска и дебальцева сейчас поданы документы более чем на около 50 человек они идут сейчас в штабе решается все и на днях ребята будут награждены про курс молодого бойца еще спрашивали вот чуть выше сколько по времени вот приходит молодой вообще не служивший вот еще раз спрашивают ну сколько по времени во времени ну допустим либо пекаря или там шахтера сделать в принципе стараемся не обстрелянных не брать потому что ну все-таки штурмовая бригада так сказать смертники и молодых их дело продолжать поколение наше так сказать чтобы не прервалась ниточка все таки как бы там ни было но вариант того что человек будет покалечен останется инвалидом или станет двухсотым вероятность большая потому стараемся не брать но если мы брали молодого как таковых они занимаются они пришли мы их оформили в какое-то подразделение и они занимаются подразделение дальше по плану как и было то есть у нас нет допустим там духи деды дембеля все занимаются в одной группе но с молодым с вновь прибывшими еще дополнительно занимается каждый я допустим как медик занимаюсь ними больше медицины рассказываю показываю что если парень допустим умеет хорошо обращаться с гранатометом он его подзовет покажет расскажет то есть стараемся с любого человека который к нам прибыл с любого воина ополченца максимально использовать его в той сфере где он больше всего может принести пользы если он умеет очень хорошо хлеб печь пожалуйста мою поставим будет хлеб печь если он умеет обращаться со снайперской винтовкой мы дадим снайперскую винтовку вопрос очень такой наверное политический вы общались с вашими ребятами из абхазии за сети хотят ли они войти в состав российской федерации такой вопрос по моему сети абхазии так находятся в составе российской федерации только не но де-факто де юры же не находятся де юры просто их признали и все но они не находятся в составе нет не знаю я вообще этот вопрос как-то не подымал с абхазом не общался с осетинами но я думаю что ребята наверное не зря все таки воевали за свою независимость так как мы вот днр не хотим входить состав оставаться в составе украины или снова туда возвращаться ну и также не у всех есть желание войти в состав российской федерации хотим попробовать сами отдельной республикой образоваться как новое государство потенциал есть люди есть люди у нас в донбассе вообще герой и такие герои что я не знаю я снимаю перед ними шапку не кланясь низко пояс тем людям которые стали здесь которые не хотят уезжать на девятиэтажки которая у нас была там штаб находился гостиница который она в аэропорту находятся с одной стороны на девятиэтажка с другой там восьмиэтажка где шестиэтажка то есть со стороны аэропорта на очень сильно разбита до конца ноября начало декабря жила бабушка которую мы пытались туда выселить она нам говорила ребята вы здесь почему я буду уходить девятиэтажки то и не было ни одного стекла не было ни света ни тепла ни воды ничего бабушка не хотела уходить она поддерживала нас она была как нашим ангелом-хранителем но потом когда обстрелы очень массированным стали усилились бабушку вывезли дальнейшую судьбу не знаю вот про воротнички спрашивают подшиваете воротнички почему не подшиваете ну дело в том что подшить на такую форму это маскалат вообще-то него невозможно и как бы там ни было со снабжением именно единой формой у нас еще большие проблемы каждый носит то что смог достать россияне стараются приезжать со своей формой это горки но думаю что когда ведется единая военная форма мы постараемся вести под воротнички не для того чтобы это было как-то для солдат напрям дело в том что белый подворотничок показывает а в том что вы каждый день моете шеи и фрункулов нет это еще замечено нами с времен российской советской армии когда я служил потери нет я вам скажу сразу что как бы там ни было видимо война наша право и наш бог бережет и у каждого нас за плечами не один а 10 ангелов-хранителей в таких условиях когда было под петровским это в сторону еленовки мы ехали и моей моем докомобиле как ребята его называют хлебовозки ехала 15 человек и они вышли только подошли перед капотом машины прилетела три мины из 15 человек было 11 раненых из них 13 легко раненых 14 уже вернулись строй один позывной его скиф сейчас находится на излечении санкт-петербурге но по всем канонам и всем законам все 15 человек должны были быть убиты так что потери у нас футбу слава богу минимальные про преступность спрашивают и принимает ли ваше участие да наша бригада калининский район выделяет наряд который ходит вместе с оперуполномоченными с участковыми по калининскому району и пресекает преступность но так так как я нахожусь на казарменном положении так сказать о возросшей или уменьшенной бытовой преступности я не могу ничего сказать а вот затем мы это солдат или нет командир должен следить они подшива молодые люди нас самому младшему 17 18 лет если его мама до 18 лет не научила умываться командир не обязан следить за тем умывается он или нет если человек ну так сказать ведет себя неопрятно и неприятно это его проблемы его накажут его же товарищи поэтому да и выглядеть неопрятно и пахнуть нехорошо вы понимаете сами взрослому человеку некрасиво понятно так ну вопрос наверно не по теме ребят про там состав и где там нынешние особые статусы регионы ну наверное это все таки бойцы не обсуждают такие вопросы геополитические почему геополитические вопросы обсуждают ну я вам говорю что наше единое мнение в составе украины ни под каким под какой гиды не под какой автономии под какой федерации ребята не хотят и мы не согласны я противник этого мы не хотим чтобы имени донецкой народной республики присутствовала еще какая-то приставка украина донецкая народная республика в составе там федерации украины нет мы не прощаем украине то что нас делалось с нами сделала с нашим мирным населением с нашими городами поэтому на данный момент мы все против того чтобы как-то иметь какие-то отношения с украины даже торговые мы больше все таки как-то хотим наладить отношения с россией хотя бы на зло украине понятно так сейчас момент еще один мотану тут вопрос был аэропорт кстати насчет того что там ну вы знаете что их вот этот петя как ну да да я понял хочет аэропорт все забрать они там сняли фильм про гробиков ну править про киборгов да 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 я так немножечко смотрел довольно таки интересно с их стороны выложено вы понимаете как воин как боец все-таки уважение тем ребятам которые сложили голову в аэропорту как бойцам как воинам которые защищались оборонялись не предали клятву не предали народ и погибли там я склоняю голову ну а то что порошенко хочет все-таки вернуть себе аэропорт ну я бы хотел допустим побывать в вашингтоне мечты может иногда и сбываются ну я думаю что может быть порошенко и побывать больше шансов побывать в вашингтоне чем порошенко в аэропорту да порошенко может побывать в аэропорту еще лет через 15 когда прилетит сюда извиняться я думаю что так те позиции которые мы те территории которые освободили мы не отдадим ни в коем случае войскам украины потому что знаем что там во первых как и при обороне москвы ни шагу назад и во вторых что там останется какая-то часть мирного населения которая будет просто-напросто уничтожена так как это делали каратели во время нет аэропорт порошенковским не будет никогда понятно у нас есть возможность такая вот в чате в принципе ну сейчас вот сейчас я вот скажу там но обычно 45 по-разному так вот в обед 45 тысяч человек сейчас точно скажу цифру сколько и вопрос задать ребятам только с вариантами ответа и они проголосуют можно узнать мнение публики публика у нас примерно 50 процентов российская федерация 40 процентов это днр лнр либо оккупированной территории вот наши единомышленники вот 4 200 сейчас у нас чате и 10 процентов которые все такие ну где-то 5-7 укропов и с германии там с америки вот есть еще ребята различные там с литвы вот ну процентов 5-7 укропов ну тут у нас модераторы чистят правда их он я вижу уже два раза написали их отправили до свидания не ну почему мы все-таки должны знать мнение да 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 менее про меня его обязательно выслуживаем мнение мы выслушиваем всегда их и это есть фишка но когда они начинают там песенки петь там сало просите то ну как бы эти люди мы не считаем что они конструктивно будут влиять на что-то ну неважно в общем давайте спросим у чата какой бы вопрос вы хотели задать если у вас есть такой вопрос ну в принципе у меня сейчас одни мысли одни вопросы победим мы или нет и как относится россия к нам эти ответы знаю а вот я хотел бы только честно к тем укропом да я понимаю это для вас может оскорбительно звучит мало их тут мало их тут мало да а вы сами верите в то что вы отпишите там что вы выкопали черное море вы придете захватить освободите так сказать днр от российского оккупанта потом войдете в крым заново вернете себе вот в да вы пишете вы там патриотом а в голове у вас что творится вы все-таки верите в это или нет вы возьмите ну может быть ответ или как-то ну сейчас я пытаюсь задать этот вопрос как вы считаете верить ли сторонники что бы там написать это сторонники порошенко порошенко да тоже вроде как надо с людьми общаться на нормальном языке ну получается ну не только там море дону великий укр и выкопали море в ту до возвращение оккупированной российской российскими войсками территории днр и крыма официальную информацию которую ну вот вещает киев вот и пусть ответят наши зрители что тоже смогли поучаствовать как считаете верят ли они вот в то либо не верят либо не верят либо там может быть определяется либо ну давайте так попробуем да и из трех вариантов из трех вариантов если украина не будет хунтовской днр плюс лнр может быть конфедерации с такой украины или по другим названиям да я думаю что такой вариант если все-таки к власти придет адекватное правительство украины которая будет относиться к востоку украины точно так же как к западу то есть не будет снова разделение москали и бандеровцы днр и лнр будет я думаю что будет сотрудничать с украиной тем более что процентов 30-40 дохода всей украины приносила днр и лнр это можете зайти на любые сайты поинтересоваться то есть я не хочу говорить что донбасс кормил 8 областей западной украины это как-то звучит некрасиво да мы но донбасс помогал многим областям западной украины в выплате пенсии выплате социальных пособий и всего остального и мы от этого не отказывались мы не бегали на майдане не кричали мы не требовали того чтобы нам платили экологически так как такие как платили экологически в закарпатье если человек живет на высоте более 2000 метров то есть там недостаток кислорода у нас донбасс днр и лнр ну я буду говорить донбасс это как бы две республики эти экологическая обстановка очень тяжелая шахтерам зарплата была не очень высокая 75 процентов дохода донбасса уходила в киев и мы об этом никому не напоминали и по-моему ни один из донбасса человек не упрекнул житомирского или винницкого пенсионера в том что он кушает хлеб который был заработан шахтером с донецка нет страна была единой и мы старались жить в добрососедстве порядочности с любой областью с любым человеком который находится на украине потому что это наш брат это наш сосед не мы затеяли эту войну и до последнего мы пытались все таки как-то решить этот вопрос мирным путем когда собираются львовские молодчики приехать в донецке разрушить памятник ленину приехать мой родной город со своим уставом и указывать как мне жить когда нам начинают навязывать я на украинском языке разговариваю немножечко плоховато но прекрасно и очень понимаю могу общаться ну считай его вторым своим родным языком я не отрицаю этого но навязывать мне писать все документы на украинском языке переименовать все улицы на украинский то есть одно из камня преткновения все таки было я считаю нарушение прав человека и навязывания украинского языка введение его то есть если на русском дума я и буду думать дальше если хочу чтобы мои дети разговаривали на русском языке не будут разговаривать это не так не суть важна в канаде два официальных языка какого соотношение к украинскому языку ну украинскому уразумею дуже гарно и вообще из украинский язык считается вторым по мелодичности после итальянского я люблю очень читать книги при советском союзе то есть продажи были книги интересные ну дефицит был книг практически все книги издавались на украинском языке и всех даже русских авторов я читал на украинском языке отношусь к нему точно так же как и к русскому языку точно так же как и к английскому и к французскому то есть человек разговаривает на своем языке как можно считать язык плохим или хорошим мы ж не предъявляем йота и шиллеру и не клянем его за то что гитлер был немцем и вроде бы от немецкий язык звучал для нас как как сейчас украинский нет виноват не язык виноват не народ виноваты правители виноваты те кто подвел этот народ к таким вот камнем к такому противостоянию такой ненависти понятно вот результаты наше голосование у нас все-таки считает 65 процентов что сторонники киевской власти они верят той информации которую представляет сам киев не верят ну так считает 18 процентов вот наших ребят и вот ну вот из выдержки 207 взяли воздержались то есть не знают верят они или не по не верят но скорее всего от россияне сомневаются сомневаются да может они верят может они верят неизвестно нет связи с ними но опять же вот можно одну и ту же какую-то цитату даже того же самого дарвина предоставить дарвинисту который будет полностью с ней согласен и предоставить допустим ну верующим свидетелей явных которые дарвину тоже никакого не имеет и будет две трактовки одной и той же цитаты но совершенно противоположные точно так же и допустим здесь то есть на украинской территории преподносится все в совершенно другом свете и одно и то же действие то которое правда одна но преподнести можно по разному преподносится на украинской территории совершенно в другом свете вы знаете даже я вам скажу что мой брат по айси тиви видеофрагмент как я штурмую днировский блокпост составе войск украины был фрагмент такой поэтому преподнести можно по-разному тоже были варианты ну я очень много видел различных видеосюжетов и от 1 плюс 1 и вот еще в харькове когда они просто-напросто за кадром говорили одно а на факте на деле происходило совсем другое да это если у меня такое есть родственники в запорожье но это было почти год назад когда дядя позвонил спросил чем я занимаюсь так вот сижу в укрытии по мне работают грады украинские дядя мне ответил что украины градов нет житель запорожья и приезжала сестра ко мне тоже из запорожья они приезжали под новый год и мы показывали кадры штурма нашего донецкого аэропорта съемки ввелись с девятиэтажки знаменитой и на страдальной когда с спг прямой наводкой стреляли по башне башня сразу говорю что она была тогда занята украинскими войсками там сидели корректировщики там сидели снайпера и башня была построена так что выдерживала прямой выстрел танка когда произвели выстрел из спг и снаряд попадает в башню там ребята радуются и сестра запорожье задала мне вопрос а почему вы радуетесь когда вы стреляете в свои дома то есть течение где-то больше часа я и все-таки объяснил что это не по свои дома стреляем стреляем в то помещение где засел противник и потом разговорились ну не знаю какое у них мнение сложилось им пропагандируют то что якобы я вот находясь в аэропорту полдня стреляю в сторону противника а вторую половину дня разворачиваем орудие и обстреливаем свой родной город вот в основном преподносится такая информация и там о наших злодеяниях и все такое что мы ведем якобы здесь как оккупанты с мирным населением нет мы воюем но мирное население которое здесь осталось мы стараемся ему помочь поддержать поэтому ну в общем и традиционный наш вопрос мы задаем абсолютно всем гостям в студии он немного такой вот вызывающий либо провокационные в общем любые прогнозы с привязанной к датам вот ну любые там я не помню ванга по моему говорила что одна пасха будет кровавой вторая будет голодной а третья будет победной пока два пророчества сбылось пасха 2014 года была очень кровавая это был славянск это был краматорск вот это пасха было перемирие то есть как таковых открытых сильных военных действий не было но народ голодал я не скрою что у нас сейчас большая глобальная гуманитарная катастрофа по поводу питания мирного населения самые насущные вопросы как бы там ни была жизнь продолжается у нас женщины рожают детей рожают нормально много рожают так как рожали и раньше но в связи с тем что такие вот происходят действия многих мам нет молока не чем кормить грудничку поэтому самая острая проблема это питание для детей от 0 и до годика именно специализированное детское питание это самая глобальная проблема вот она вторая пасха голодная ну а третья думаю будет все таки победная какая победа к нам придет путем решения при единого решения наших правителей наших правительств наших политиков или наша военная ну об этом я не могу сказать но я думаю что течение этого года война на территории днр закончится не перемирием а именно миром ну а там дальше посмотрим я с вам еще раз говорю что у нас есть ребята из харькова есть из запорожья которые хотят все таки чтобы у них не было тоже фашистской хунты если ребята попросят мы пойдем им помогать ну я думаю что одесса никогда не забудет второе мая 2014 года и она восстанет пойдем туда помогать ребят хорошо принято ну что ж ребята у нас был в гостях военнослужащий республиканской гвардии бригады пятнашка с позывным док до новых встреч спасибо до свидания